Подготовка к проведению молодежного чемпионата мира по хоккею в нашем регионе идет в плановом режиме. Об этом на заседании организационного комитета сегодня заявил губернатор Андрей Травников. Специалисты обсудили ряд вопросов, связанных с транспортом, безопасностью и благоустройством города в преддверии турнира. Подробнее расскажет Александр Шурудила. Меньше года остается до старта молодежного чемпионата мира по хоккею в Новосибирске, а значит решение всех организационных вопросов выходит на финишную прямую. Дальше остается только реализация. Региональный оргкомитет работает как в соответствии с федеральным, так и с собственным планом по десяткам направлений. Ключевой вопрос, который волнует всех жителей региона и поклонников хоккея, будет ли сдана в срок ледовая арена, получает положительный ответ. Сегодня на стадионе уже закрыт тепловой контур, а отставание по срокам, о котором говорили минувшей осенью, устранено. По основному объекту, по ледовой арене, все основные проблемы мы разрешили. Строительные работы идут в соответствии с утвержденным графиком. Ориентируемся на установленные сроки сентября этого года. Организация такого масштабного события напрямую затрагивает развитие всего мегаполиса. Новосибирск в прямом смысле слова должен преобразиться к началу первенства. В первую очередь это касается площади и проспекта Маркса, улицы Ленина, а также площади Калинина, на которой летом будет установлена стела «Новосибирск. Город трудовой доблести». Другие перемены коснутся тех улиц, которые расположены по пути так называемых гостевых маршрутов для зрителей и участников турнира. Новые остановочные пункты, таблички и указатели на двух языках. Все это появится в Новосибирске уже летом. А для более удобной навигации болельщиков ведется разработка мобильного приложения молодежного чемпионата мира. Мы ведем большую работу по созданию вот этого приложения, которое позволит болельщикам полностью погружаться в чемпионаты, где они смогут увидеть, где можно купить билеты, где можно купить сувениры, где лучше жить, где смотреть трансляции и так далее. Но там многое зависит от согласования с Международной Федерацией. Отдельным пунктом идет организация волонтерской программы. Сегодня свои заявки на работу во время первенства мира в Новосибирске подали более 1600 человек. При том, что в итоге всего будет отобрано 600 волонтеров, кто из которых приедут из-за границы или из других регионов России. Еще одной деталью нашего чемпионата станет акция «Зеленый хоккей». Сувенирная продукция чемпионата, а также медали турнира будут изготовлены из переработанного сырья. Александр Ширудила, Андрей Руднев. Новости ОТС.